а можно ли как-то сделать находясь внутри города чтобы ваш герой не погиб оказывается что можно ситуация когда вы можете сохранить героя внутри города это когда вы играете за цитадели когда у вас есть хотя бы один еще город помимо цитадельевского для этого в цитадельки вы отстраиваете черный ход черный ход как раз таки позволяет во время битвы сбежать или откупиться но соперник об этом может и не знать особенно если он новичок сейчас мы наглядно с вами попробуем это рассмотреть он идет в вашу сторону находит ваш город видите что внутри города сидит герой с армией кстати довольно интересный момент о котором нужно сказать если вы например разведали карту но не видите где находится важные герои соперника важность героя можно понять по его разгону вот если внутри города вы увидите одного архангела одного ангела одного эфрита это значит что на этом эфрите ангеле архангеле ну каком-то очень быстрыми при этом сильном юните разгоняется какой-то важный герой навряд соперник будет раздавать ложкам хорошую армию для того чтобы просто бегать по карте воевать и при этом рисковать этой армии хотя бывают такие случаи но они довольно реже встречаются вы можете просто пробежать по городам оппонента правой кнопочкой покликать и увидев серьезный разгон внутри города понять что этот важный герой находится в том или ином городе например не единожды можно было видеть ситуации когда игрок нажимает клавишу g и видит что не светится главный герой раз был главный герой не светится значит ситуации 2 ну точнее 3 1 это главный герой где-то потерян второй момент это главный герой сидит внутри города и 3 герой где-то он разогнан на карте вот если на карте его не видно значит он где-то разогнан внутри города. И точно так же по разгону сильно вы можете понять важен этот герой для соперника или нет. Так вот, вы атакуете этого героя. У Крэга в этот момент, например, есть тактика. И он даже не вступая в битву, может сразу же начинать сбегать. И таким образом город то вас забирают, но пока к вам, например, куда-то едут вы просто берете и так тут таверна есть, отлично. И в таверне Крэга снова выкупаете во втором городе и продолжается, в общем-то, игра. То есть герой полностью даже не потерян. Еще один вариант также имеется, не потерять героя, находясь внутри города. И этот метод называется подпорка или подпереть героя. Смотрите, у нас, например, есть Теодор, который садится внутри города. Если мы здесь же, внутри города, оставим еще одного героя, но внутри. Вот таким вот образом. Вот у нас есть герой внутри, который сидит Кира, а есть герой, который снаружи, Теодор. Внешне кажется, что в этом городе есть Теодора. Внутри, конечно, видна единичка, что может навести опытного игрока на то, что соперник подперся, и внутри есть все-таки герой с единичкой, а Теодор всего лишь находится снаружи. Но неопытного игрока таким образом можно провести. То есть, неопытный игрок, ну, допустим, у него много армии в наличии, да, подбегает, смотрит, герой находится, думает, вот сейчас я его подловлю. Раз он находится внутри города, значит, он не может сбежать, и автоматически, если он проигрывает битву, он теряет своего главного героя, ему придется сдаваться. Вы его атакуете. Думаете, сейчас я завейчусь, но здесь наступает ход Теодора. И посмотрите, кнопочка «Откупиться» есть, кнопочка «Сбежать» тоже есть. Магии, к сожалению, ударной нет, можно было бы еще и магией ударить, после чего просто взять, откупиться, и все. И таким образом синий игрок остается с носом. Он пытался только что убить главного героя соперника, но главный герой соперника, даже находясь якобы в замке, просто из-под носа сейчас взял и ускользнул. Ужасная ситуация для синего, конечно. Но есть еще более неприятные ситуации, которые с некоторыми своими соперниками, и я в том числе, проводил, и мы сейчас с вами их тоже рассмотрим. Это ситуация из разряда кошки-мышки. Допустим, у вас есть герой, Теодор некий, да? Который бегает с какой-то армией и, ну, по какой-то причине он решил скупиться полностью, чтобы поехать воевать. Неважно. И даже не так. Допустим, вот этой армии даже нет. чтобы быть на более быстрой армии. он там разведку провел и, например, куда-то побежал. Куда-нибудь сюда, например. И наступает ход синего игрока. Синий игрок бегая где-то обнаруживает, что ваш главный герой находится здесь. И вы таким образом отвлекаете соперника. Он хотел бы у вас забрать город и он, может быть, даже понимает, что город находится рядом. Но он не может сейчас туда бежать, потому что, ну, блин, сколько раз бывает возможность догнать этого героя, да? Но допустим, что у него не хватило очков перемещения и он остановился там за ход или за два. Вы в этом случае можете попробовать его еще дальше отвезти от города. И таким образом, чем дальше он будет бежать за вами, тем дальше он будет отходить от того места, где там ваши герои бегают, ваш главный город находится и так далее. И он со своей стороны постоянно, видите, бежит и уже не догоняет, потому что у него разгон хуже. У него разгон на четвертой скорости, у вас разгон на шестой скорости. но рано или поздно, допустим, Теодор зашел в тупик. Все. Дальше, допустим, он никак не может развернуться, не знает, куда бежать, куда бы он не побежал, но синий игрок его будет догонять. И синий игрок будет думать, ладно, наконец-то я его подловил. но он забудет о том, что, например, первая скорость будет у вас. Давайте удалим грифонов. Вот у него юниты с самой быстрой четвертой скоростью, а у вас юниты самые быстрой с шестой скоростью. А в бою первыми ходят те, у кого выше скорость. Вот он вас атакует, но ходите первыми вы. И вы просто откупаетесь на нем. Соперник после этого начинает бежать назад и пытаться захватить ваш город, ну а вы таким образом выиграли много времени, снова покупаете своего героя в таверне, но при этом оказываетесь дома. По сути, только что вы сделали разбивку главного героя на героя-соперники. Мало того, что вы его увели за собой далеко и выиграли время, да? и показали ему не то направление, по которому ему надо было бы идти. Он увидел вас снизу, поэтому подумал, что вы где-то и обитаете снизу. А на самом деле за вами надо было бежать влево, там у вас вообще был пустой город. Поэтому он вам сделал одолжение. Он дал вам время другими героями походить там экономику, улучшить город, отстроить и так далее. И пока он до вас добежит, вы уже будете дома. Возможно, успеете даже ману пополнить. И по сути, вы за 2 500 золота, ну плюс откуп, если вы не сбегали, а именно откуп нажимали, вы оказались дома. То есть, ему придется бежать там 2-3 дня, например, до вашего города, а вы за один день сразу телепортировались за заплаченное золото домой. Что очень и очень удобно. Но опять же, в этом случае внимательно следите за первой скоростью. Первая скорость для вас жизненно необходима. Если у вас нет первой скорости, тогда вам нужно выжить после первых ходов оппонента, чтобы до вас во время боя ход дошел. Если ход не успеет дойти, например, у него быстрые юниты, которые сразу вас убивают, или он дает экспертное ускорение, при этом наваливается всеми своими войсками и тоже вас убивает, эта фишка, конечно же, не произойдет. Поэтому она встречается не так уж и часто, но в каких-то моментах она реально может спасти вам жизнь. Раз уж мы с вами заговорили о разбивках, то давайте рассмотрим варианты с разбивками еще немножечко. Допустим, у вас был некоторый Салмир. Он поехал куда-то там воевать, неважно куда, где-то там побегал, повоевал и так далее. И ему с этого места надо попасть в какой-то из этих городов, например. Но как это сделать не совсем понятно. И быстро телепортироваться в какое-то место. Или даже вернуться домой, например, быстро надо. Для этого вы каким-нибудь героем забираете всю армию, которая нужна, оставляете соперника на какой-нибудь армии, неважно, но либо эта армия должна выстоять в первом раунде, даже если выпадут нейтралом мораль в бою. Вот, например, у копейщиков вы знаете, что у них четвертая скорость. За счет травы у них будет пятая скорость. Пятая скорость. Если заходит мораль, они пробегают вместо пяти клеток уже десять, но для того, чтобы добежать до вас, им надо порядка тринадцати двенадцати клеток, в зависимости от того, одноклеточное у вас существует или двухклеточное. То есть вы в итоге берете, атакуете, вам предлагают проиграть, вы отказываетесь, вот они начинают ходить, вы сбегаете, это называется разбивка, и ваш герой, который забрал армию, сейчас попробует армию передать куда-то дальше, да, подвозит ее куда-нибудь сюда, здесь ее забирает пикидрам, и пикидрам едет, захватывает, например, этот город. Здесь в этом городе вы строите таверну, и в этой таверне выкупается ваш главный герой. Получается ситуация, при которой вы опять же за золото телепортировались на довольно-таки большое расстояние, вы побежали вправо, побегали, повоевали, там снизу побегали, повоевали, на одной из охран разбились, и оказались вообще в другой части карты своим героем за 2500 золота. Именно столько стоит покупка героя в таверне. Также можно было использовать для выкупа вот эту вот таверну, то есть можно было разыграть немножко иначе. заходим в таверну, покупаем героя, например, тоже по какой-то причине сейчас у вас заберут этого героя, точнее эту армию. Нелла поедет, разобьется, зомби они медленные и плюс у них морали не может не может быть. Так опять же успеваете сбежать. После чего будете тарабанить армию дальше. Добегаете до таверны, здесь покупаете Неллу, Теодор передает на нее армию и Нелла начинает ходить дальше, поскольку она много очков перемещений со своей стороны сохранила, тоже добегает до какого-нибудь города, там в этом городе разгоняется и так далее. то есть и внешнюю таверну можно использовать для удлинения цепей из героев и можно использовать разные города, чем больше у вас будет городов, тем больше возможностей выкупить вашего героя после разбивки в одном из них и быстро перебрасывать своего героя куда-нибудь. Это очень и очень удобно на самом-то деле. Например, если на вас будет ехать соперник и вы видите, что ваш город в опасности, вы точно так же можете героя где-нибудь разбить, забрать у него армию, по цепочке армию передать сюда в главный город, здесь выкупить главного героя и уже сидеть в замке и ждать соперника с распростертыми руками, вывесить какую-нибудь вывеску типа Welcome, милости просим, и ждать финального боя. Но давайте также рассмотрим и основные ошибки, которые новички, при игре с разбивками. Да, разбивка это круто, оно позволяет очень сильно ускориться, но делать это надо тоже с умом. Вот у вас есть какой-нибудь герой, допустим Иона, Теодор у него забирает армию и и ваша Иона решает поехать на разбивку. Но разбиваться ей приходится на охране, которая гораздо быстрее ее стартовой армии. Какие-нибудь фениксы. У вас не получится на ней разбиться, смотрите. Вам сразу предлагают сбежать, если вы нажмете кнопку, то ваш герой пропадет. Поэтому вы отказываетесь, но эти войска с первого раунда долетают, поэтому без шансов и вы просто теряете главного героя. Потеря главного героя это практически поражение за редкими исключениями. Поэтому здесь нужно играть по-другому. Как же разбиваться на тех охранах, которые гораздо просто в разы быстрее вас. Для этого необходимо, чтобы у вашего героя ребят была тактика. Тактика позволяет разбиваться на абсолютно любых быстрых юнитах. Неважно они там моралятся, не моралятся, как они там ходят, но тактика позволяет расставлять войска перед боем. Поэтому вы можете во время этой расстановки сбегать еще до того, как сам бой начнется. Разбивку с тактикой мы с вами посмотрим наглядно. Вот у нас есть герой с тактикой, например, Теодор, который прокачал тактику в определенный момент. Какой-то герой у него забирает всю армию. Когда у вас есть тактика, вы можете оставлять вообще максимально даже медленных и ненужных вам юнитов. Теодор, в свою очередь, находит охрану для разбивки тех же фениксов, да? и вам точно так же говорят, что типа вы проиграли и не дают возможности даже сбежать. Отказываетесь и идете в битву. Идет фаза расстановки. Видите, вы можете расставляться. Сюда встать, сюда, сюда и так далее. Но до тех пор, пока вы не начали начать игру и битва не начинается. Но даже когда битва не начинается, у вас есть кнопочка сбежать. поэтому вы отступаете. В таверне выкупаете своего героя и автоматически даже пробежав такое большое расстояние вы оказываетесь дома в одном из городов. Этот момент тоже можно очень часто использовать себе в большой пляже.